Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я три раза гастролировал на фургоне, но на этот раз я хотел представить свой сольный альбом по-другому Я решил ознаменовать выход альбома «Гребли на каяке от Оттавы до Галифакса» Мы с Кори планировали сделать это вдвоем, но он умер так и не успев это осуществить Кори оказал на меня большое влияние Он научил меня отдыхать, получать удовольствие от жизни, не участвовать во всеобщей гонке Я решил отправиться в это путешествие один, чтобы почтить его память и исцелиться Он был добрым, преданным другом, на которого можно было положиться Я посвящаю ему свое путешествие На веслах к океану Из-за ПТСР мне стало слишком сложно переносить стрессовые ситуации И я не смог вернуться на прежнюю работу Как реабилитолог, я более 10 лет рассказывал людям о пользе физической активности и творческого самовыражения Я решил, что пришло время самому воспользоваться этими советами Я буду плавать на каяке и играть музыку все лето Надеюсь, за это время мой мозг исцелится Физическая активность – это самый дешевый и эффективный способ лечения многих психических и физических заболеваний Она поднимает настроение, улучшает память и работу сердечно-сосудистой системы И ничего не стоит Но это тяжело и требует усилий Это не волшебная пилюля Нужно встать с дивана и что-то сделать Лично мне каякинг дает возможность ощутить радость и приключение Он успокаивает меня Я всегда хотел совершить длинное путешествие вместе с Кори Но мы так и не… у нас не получилось из-за напряженного рабочего графика В день его смерти мы обсуждали наши планы в грузовике на лесовозной дороге Я говорил ему, что после гастролей с Калейдонией мне хотелось бы сплавляться на каяках и заниматься музыкой Тогда я и придумал это путешествие Изначально я хотел прыгнуть в поезд, никому ничего не говоря И просто вернуться домой на каяке, чтобы привести в порядок голову Дело в том, что после смерти Кори пару лет мне было очень фигово Ведь мы все стали свидетелями его смерти Это было очень тяжело Это самое ужасное, что случилось со мной в жизни, и я так и не смог прийти в себя Оказалось, лекарства нужны не всегда Они, конечно, помогают, но реабилитология тоже отлично работает Я врач-реабилитолог Так что, когда у меня в жизни все стало очень плохо, я подумал А почему бы мне не пройти курс реабилитации? Я планирую стартовать из Бичбурга, Антарио, в 150 километрах к западу от Оттавы Оттуда я поплыву на веслах до Ривьер-де-Луб, Квебек Затем я повезу каяк на прицепе на велосипеде до Гранд-Фоллс, Нью-Брансуик Потом я поплыву до реки Сент-Джон, где она впадает в океан И пройду на веслах залив Фанди до канала Шубинакади Канал приведет меня в Дартмут И затем через бухту я вернусь в Галифакс, где и окончится мое путешествие В общем, я пройду 1500 километров по рекам, 250 по океану и 216 проеду по суше Во время поездки я не сожгу ни литра горючего Я решил, что для окружающей среды будет лучше, если я поеду в Антарио на поезде Поезда — один из самых чистых видов общественного транспорта Их углеродный след куда меньше, чем у машин, самолетов или автобусов, которые я сначала рассматривал После Антарио я тоже не буду использовать автомобильный транспорт в течение всего путешествия Но мне надо доставить туда лодку Я только что узнал ужасную новость Ну, что там с моим каяком? Дело в том, что вы сможете довезти каяк лишь до Монреаля Между Монреалем и Оттавой курсирует грузовик Но они не возят вещи таких размеров Я дважды говорил с ними по телефону Возможно Мне жаль Мы оговаривали длину лодки Дело в том, что я год планировал эту поездку Ясно Я могу разрешить провоз только до Монреаля После этого вам придется обратиться в Федекс или другую службу доставки Хотя я не уверен Короче говоря, я погрузил лодку в поезд, но довезти ее разрешается только до Монреаля Стив Гейтс Я отыграл концерт, и меня высадили на вокзале в Монреале с кучей вещей, которые нельзя было везти в Оттаву Так что на второй день поездки я нарушил свое правило и арендовал машину Итак, мы едем на машине Так как наше решение не пользоваться автомобилями С треском провалилось Нам любезно предоставили Подходящее транспортное средство С багажником на крыше Субтитры сделал DimaTorzok Кое-что в Бичбурге не меняется со временем Открытая местность и устаревшая инфраструктура Придают ему некий старомодный шик, который нигде больше не встретишь Здесь в основном живут фермеры Я искал подобную неспешную жизнь Но я сделал крюк в 150 километров не только из-за этого Я знал, что мне нужно время, чтобы снова привыкнуть к лодке И войти в прежнюю форму Я решил провести здесь пару недель и поплавать на веслах по реке Оттава Здесь, среди бескрайних полей, скрыто то, ради чего люди приезжают сюда за сотни километров Бурные потоки В это время года они особенно быстрые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прибыл в Бичбург, и все тревоги и стрессы По поводу планирования поездки и перевозки груза Сразу же исчезли Я знал, что буду сплавляться на лодке И это будет здорово ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сама идея гребля на морском каяке на бурной реке просто нелепа Но я люблю трудности Я и раньше сплавлялся по этим порогам Но теперь я был в новой лодке Если кто-то думает, что он без труда сплавится по бурным водам Пусть попробует сделать это по реке в морском каяке Это умерит его пыл Я переживал только по поводу прохождения порогов колизей Так как они очень сильные Если я не справлюсь, то плыть придется долго и трудно Я хотел восстановить навыки и уверенность, прежде чем браться за такое дело ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Если бы я мог все лето просто наматывать круги по реке Оттава, я бы так и сделал Отсюда трудно уехать Но мне очень хотелось снова попасть домой, в Новую Шотландию Проезд на моторных судах запрещен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было приятно начать возвращение домой Я всегда нервничаю перед долгими путешествиями Главное, ничего не упустить из виду Работает ли плитка? Не слишком ли много груза в лодке? Не протекает ли палатка? Я заполнял свое время планами и задачами, чтобы чем-то себя занять И не думать так много о смерти Кори Эта поездка позволила проработать то, чего я долго избегал Я прихватил с собой Банджолина и давал выход творческой энергии Во время ожидания попутного ветра и хорошей погоды Я придерживался прописанного самому себе режима Постоянной физической активности Перемежающейся с творческими занятиями И давал концерты во время путешествия Все это, плюс созерцание и размышления Должно уменьшить симптомы ПТСР И помочь мне примириться со смертью Кори Переправляемся Волоком возле Арн-Приора Мы у границы со стороны Квебека Возле огромного монолитного строения из серого гранита Признаюсь, мне приходится очень тяжело Здесь жарко Много мошкары И мы даже не уверены, что это болото оканчивается рекой Рокот, который мы слышим Но надо идти вперед Ну и запашок Волоком возле Арн-Приора Так Большая плотина Снова Я грибу уже давно Мы грибем уже 11 часов Оттуда В Оттаве нам придется тащить лодку Волоком Мимо еще одной большой плотины Мы думали, что мой приятель, у которого мы хотели остановиться Живет возле реки Оттава Но это не так Он живет на реке Ридо А это совсем не там Поэтому нам придется тащить лодку Наверное, часа два, пока мы не найдем этот дом Сейчас полвосьмого вечера Через час солнце сядет И тогда придется буксировать лодку в темноте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вчера вечером я плыл по каналу Ридо Это было, прямо скажем, паршиво Довольно сложно было дотащить лодку до канала Но там было очень красиво Позже я выяснил, что плавать по каналу просто так нельзя Надо иметь лицензию Так как это опасно Я не знал С этого места я буду плыть один, пока не попаду в реку Сент-Джон Длинные путешествия на каяке помогают мне обрести покой Жизнь концентрируется вокруг простых задач Навигация, расстояние, место для сна Это простые проблемы, которые доставляют дискомфорт, если их не решать Жизнь обретает смысл Многочасовая гребля сродни медитации Тело занято, и мозг при этом отдыхает Появляется время для созерцания Первые 5-7 дней путешествия всегда самые трудные После пробных заплывов я понял, что могу покрывать от 45 до 60 километров в день Если раз в неделю устраиваю выходной Если же я перегибаю палку, то потом расплачиваюсь изнеможением и болями Покинув Оттаву и направившись в Монреаль, я начал главный отрезок путешествия Но я еще немного боялся После Оттавы были дни, когда я попросту не мог найти места для ночлега Так как уровень воды был слишком высок, а берега реки слишком болотистые Становилось темно, и мое раздражение росло, потому что мне негде было спать Я был совершенно один Некому обратиться за помощью, не с кем посоветоваться или поделиться мыслями И самое главное, некому было морально поддержать меня в трудный момент Я никогда не путешествовал один Но учиться быть одному, самому по себе, это была очень трудная задача Моя палатка протекает Я очень устал Был трудный день Я вылез на незнакомом пляже и пошел к дороге Я не знал, что делать Мне нужно было купить брезент, так как палатка протекала Вот такие дела Это гравий Я ночую на парковке у реки Здорово Я уже три дня ждал отлива и попутного ветра Ближайшие 2-3 часа они будут такими, как надо Я смогу пройти на лодке километров 10-15, пока не начнется прилив И мне придется грести против течения Так что Я застряну там, где остановлюсь То есть нигде Я уже не уверен, куда мне двигаться До этого момента я справлялся с симптомами посттравматического стресса Но во время путешествий всегда бывают остановки Мысли начали разбредаться И симптомы проявились снова Больше всего меня беспокоили спутанность сознания, тревога и навязчивые воспоминания Сердце стучало, как бешеное Я впал в состояние борьбы или бегства Челюсти сжимались Это выматывает Погрузившись в воспоминания Я снова ощутил себя в том ущелье Почувствовал холод, беспомощность и запах влажной земли Это изнурительно Но я не хочу забывать Мне дороги эти воспоминания И как бы они ни были болезненны Это последние минуты, которые я провел с другом Он умер во время нашего совместного путешествия на каяках Мы и эту поездку вместе планировали Поэтому я решил совершить ее один Каякинг – это тот вид деятельности, который освобождает меня от повседневной рутины Это мое убежище, мое приключение, разделенное с друзьями К тому же он полезен для здоровья После каякинга я всегда чувствую себя лучше и увереннее Так что для меня это любимое дело Но так как каяк стал причиной смерти друга Мне было трудно вновь в него сесть Он тоже любил это занятие Но потом Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь с этим смириться Да и должен ли я смиряться Просто такова жизнь, вот и все Когда я учился на реабилитолога Я узнал одну из основополагающих концепций Теорию потока Поток – это состояние сознания, которое возникает, когда человек полностью погружается в какую-либо деятельность Когда задача идеально совпадает с уровнем умений и навыков Это вызывает чувство энергичной концентрации Когда наступает оптимальный баланс Вы переживаете слияние действия с восприятием И сама деятельность становится вознаграждением Если вы когда-то теряли чувство времени Будучи заняты какой-либо деятельностью Концентрируясь на ней и получая от нее удовольствие Это и есть поток Гребли на каяки и музыка Это те занятия, которые всегда позволяли мне погрузиться в состояние потока Поэтому я так люблю их Они как допинг Действие которого никогда не ослабевает Субтитры создавал DimaTorzok Меня не беспокоит ни счета, ни работа, ни отношения Я просто делаю то, что люблю делать Когда я концентрируюсь на простых задачах Жизненные обязательства теряют вес Создавая возможности для возникновения состояния потока Я приближаю свое выздоровление Но это состояние не приходит каждый день И оно нелегко дается Так Прошу убрать детишек от экранов Я только что поцарапал лодку об острые камни, скрытые под чертовой грязью Это больно Это просто убивает У меня мозоли Черт Ужас Блин Больно Трудно сохранять положительный настрой в такой ситуации Я прибыл в приливную зону реки Святого Лаврентия В ожидании отливного течения я должен волочь лодку по бесконечной грязи И так каждый день Так как я плыву на отливном течении Оно позволяет мне быстрее попасть в устье реки Святого Лаврентия В конце дня, когда я и так уже абсолютно вымотан Мне приходится вылезать в грязь Которая доходит иногда до колена Или до пояса И тащиться к берегу Грязь не пускает лодку Просто хватается за нее У нее как будто руки вырастают К тому же в грязи полно острых камешков и ракушек Она жутко воняет И у нее несколько уровней Когда погружаешься, а потом вытаскиваешь ногу То высвобождаются газы от гниения И до берега добираешься, провоняв ими насквозь Это похоже на пинок под зад в конце дня Типа, молодец, вот тебе Ты устал, а тебе еще волочь лодку И конца края этому не видно Я хорошо умею определять прилив Но все равно могу ошибиться Сейчас пять утра Как видите Я привязал каяк к палатке Я не уверен, что ночью вода не поднимется И не унесет его Слышите грохот? Это плывет огромный корабль Я стараюсь держаться подальше от речных путей Так сказать, держаться на обочине Это моя ручная рыбка Она знает несколько трюков Умри Молодец А теперь размножься Я решил проехать часть пути на велосипеде Так как знал, что плавание на лодке вокруг полуострова Гаспе продлить мое путешествие на месяц За несколько месяцев до поездки Один мой хороший друг из Галифакса Сделал мне по заказу прицеп для транспортировки моего каяка С помощью велосипеда Я лишь один раз опробовал его до путешествия Сделал один круг по кварталу Мы его сварили, собрали Погрузили на него пустой каяк Я проехал один раз вокруг квартала на велосипеде И сказал, да, все хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Я уже давно плаваю на каяке И готов был вылезти из него на время Такой прицеп может взбесить водителей на дороге Но я решил, что мне плевать Я прибыл в Ривьер-де-Луб в 10 утра И уехал из города в 4 дня За это время я собрал прицеп И закрепил на нем свой каяк Я докупил снаряжение, пополнил запас продуктов И в 4 часа уже поднимался на холм на велосипеде Путешествие таким образом очень приятно И насчет ночлега беспокоиться не надо На этом отрезке пути полно специально оборудованных мест для кемпинга Это своего рода отдых Если можно считать отдыхом Длинную поездку на велосипеде С более чем 100 килограммами груза за спиной Надеюсь, моя поездка покажет преимущества Активных видов транспорта Но я понимаю, что каякинг Как средство передвижения Подходит далеко не всем людям Если вы отправляетесь в путешествие Или просто на работу Велосипед более доступный транспорт Все больше людей выбирают его Ведь такие поездки полезны для здоровья Открытость к альтернативным средствам передвижения Позволяет не придерживаться строгого графика поездок во время путешествия И оно приносит гораздо больше удовольствия Я не люблю плотины Они убивают течения И их очень трудно объезжать Я планировал свою поездку через интернет-карты И не ожидал, что на пути будет столько плотин И что на реках почти нет течений Мало того, что мне приходится обходить препятствия Такие еще и участки стоячей воды Могут измеряться сотнями километров Река Сент-Джон – худший пример такого рода Река Сент-Джон очень красива Мне понравился пейзаж Но это уже вовсе не река Мы натыкали в нее столько плотин Перекрыли все течения И она превратилась в лужи стоячей воды, разделенной плотинами Увидев это, я подумал о том Что общество одержимо удобством и комфортом, которые дает электричество Для людей это более важно, чем живые реки Мне надо отлить Вот, как я обычно это делаю Во время гребли на каяке Я жду, когда мне очень сильно захочется в туалет Ощущаю безумное давление И пускаю струю с края лодки Струя должна быть мощной с начала и до конца Также нужно настроить угол Вот и все Сказать по правде, иногда я немного попадаю На себя Совсем немного Но я ведь все равно мокрый Потому что постоянно сижу в воде К тому же Это ведь моя моча Не то, что какой-то бомж пришел И надул мне в лодку Если живешь в Новой Шотландии Любая твоя поездка проходит через Нью-Брансуик Что обычно прибавляет к ней часов пять пути Это не лучшее место для поездок Там повсюду леса И это раздражает Но если путешествуешь на каяке или велосипеде То здесь очень красиво Река несет меня Не слишком осторожно Но по-доброму, потому что она любит меня Любит? Должно быть так Она дает мне дышать Поднимается одна души мои тревоги И успокаивает их Несет их вместо меня Она дает беззаботность Но я могу быстро плыть по ее течению Со спокойным сердцем и разумом Забери мои радости и печали Унеси память И отвези меня к морю Но не так быстро Дай мне побыть здесь Подышать воздухом среди деревьев Я сплю И ветер шелестит листво у меня над головой Мне дышится легко Я начинаю различать голоса листвы Жажда жизни поднимается к ним От корней Я одна И вечера мои не наполнены ничем Кроме огня и еды Но мое усталое тело знает Что у этого долгого пути Есть своя цель Вода не смоет с меня моих клятв Но она смягчит боль И пронесет меня по жизни Больше половины поездки я был один Кажется, я почти сразу стал разговаривать сам с собой В этом нет ничего странного Пока рядом не появляются другие люди Это естественно, когда ты плывешь один Но при въезде в Квебек Мое одиночество только усилилось Мои познания во французском позволяли лишь быть вежливым И задавать самые простые вопросы Большей частью я говорил сам с собой Я стал немного чокнутым В хорошем смысле Просто был на своей волне Я уже совершал длинные заплывы на каяке Один раз вокруг острова Кейп-Бретон И один раз вокруг Нью-Фаундленда Но ни разу в одиночку После Нью-Брансуика Английская речь стала звучать чаще Но теперь вокруг было мало людей И мне стало совсем одиноко Я очень мало с кем общался Потому что был все время в пути Я называю это кемпинг-ниндзя Мне нужно было побыть одному Это помогло мне выйти из стресса И расслабиться Я очень общительный человек Но сейчас мне были нужны Тишина и уединение Я понял, что должен сам О себе заботиться Рядом не было того, Кто бы меня успокаивал Думаю, встреча с Келси и Беном в Сент-Джоне Была как раз кстати Мне было пора снова стать частью коллектива Встретиться с хорошими друзьями, которым я доверяю И с которыми мне комфортно В 2005 году я, Бен и Келси Проехали по всей Северной Америке В поисках порогов Поэтому для нас естественно было встретиться На водопадах Реверсинг Мы все странная смесь Остроумия, эгоизма И отсутствие навыков общения Но мы отличная команда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой первый день в океане вышел отличным Бен Коулсон Повсюду поднимался красивый туман В какой-то момент мы были на воде Мы потеряли берег из вида Полчаса назад Но Зака это совершенно не беспокоило Мне же было слегка не по себе Я не видел суши Не видел вообще ничего Я буквально не понимал, в какую сторону плыть Мы просто двигались вперед ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть несомненные преимущества в гребле на реках Погода более мягкая Питьевая вода всегда под рукой Течение, если оно есть, помогает плыть Гораздо быстрее Но для меня в океане есть нечто особенное Это спокойствие и приключения одновременно Это мое убежище Место для размышлений и для игр Здесь я научился плавать И получил первые уроки гребли Океан – это мой дом Не представляю себе жизни вдали от него Мы гребли довольно равномерно Последние четыре дня И только что пересекли залив Фанди Идти по заливу Фанди было совсем нелегко Там очень сильное течение Как я и думал, Зак отнесся к задаче серьезно И задал очень быстрый темп движения Но мы ведь шли в одной связке Зака ничто не беспокоит А ведь у нас кончаются продукты Материалы для розжига И даже питьевая вода А до места, где можно пополнить запасы Еще далеко Итак, мы покинули национальный парк В Нью-Брансуике И прибыли в парке провинции Новая Шотландия Мы находимся в 30 километрах От любых магазинов Поэтому направляемся к побережью Чтобы приливное течение Отнесло нас ближе к этому месту Здорово вернуться В родную провинцию Этот этап путешествия Придал мне бодрости Это лучшая область Новой Шотландии Побережье парка штата Кейп Чигнекта Невероятно красиво Трудно поверить, что я никогда Не был здесь раньше Это доказывает, что в поисках Красивых мест Не обязательно уезжать Слишком далеко от дома Лучшие места могут быть Сразу за углом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Музыка – это мое творческое самовыражение С ее помощью я выпускаю наружу Свои чувства и мысли По поводу жизненных сложностей В подобных путешествиях Я ценю простоту Нужно лишь попасть из точки А в точку Б А не успеть куда-то к 5.15 Ничего, если ты приедешь в 6 или в 7 часов Лишь бы найти подходящее место для сна И приготовить себе еду Вот и все Через пару недель путешествия В мозгу начинают рождаться новые песни Если я пишу песни во время таких путешествий То не испытываю давление И не переживаю по поводу времени Я могу потратить его на написание Даже плохой песни Мне некуда спешить Процесс никогда не закончится Я никогда не стану Лучшим музыкантом Моя цель не в этом Музыка – это просто то Чем я занимаюсь всю жизнь Как греблей на каяке Думаю, поэтому Они так хорошо сочетаются Музыка – это безопасный способ Проработать травматические переживания Во время этой терапии Не нужно говорить И вспоминать о том, что тебя ранят Музыка меня обновляет Тогда как разговоры с психологом Оставляют чувство боли и утомления Песни, посвященные Кори Очень трудно петь Но с каждым исполнением В них все меньше горя И все больше радости От того, что этот человек жил И мы дружили В заливе Фанди Самые высокие в мире приливы Хоть я и живу неподалеку У меня нет опыта плавания В местных приливно-отливных течениях Впереди ждало нечто непредсказуемое Я знал, что грести против приливного течения Невозможно Доказательством этому стало сплавление По реке Святого Лаврентия Я слышал об ужасных порогах Перевернутых рыбацких лодках И пловцах, унесенных в море Но у меня не было проверенных сведений Благодаря дружелюбным рыбакам Из бухты Адвокейт Мы сумели пополнить наши запасы Они предупредили нас Об опасных для жизни течениях У Кейп Дор Местные предупреждения Это отличный способ найти Лучшие места для гребли Кейп Дор стал для меня очень важным достижением Просто невероятно, что посреди океана Может сформироваться столь быстрое течение Которое движется и усиливается Это было похоже на битву во времена Второй мировой Повсюду рвутся снаряды Это волны, бесятся вокруг лодки Довольно страшно Это огромная сила и мощь, которую ты не понимаешь И... Ей плевать на тебя Субтитры создавал DimaTorzok Проведя несколько дней на побережье залива Фанди Мы поняли, что приливные течения Это как огромные реки С постоянно меняющимися вихревыми потоками Сверяясь с картой И отслеживая время приливов и отливов Мы научились использовать эти силы себе во благо Если плывешь в направлении противоположном течению Тебе остается лишь выжидать Но если поймаешь попутное течение и поплывешь по нему То за короткое время можно пройти огромные расстояния Это как телепорт Или движущаяся дорожка в аэропорту Если встанешь на нужную, то она довезет тебя туда, куда надо Или даже дальше того места, куда ты хотел попасть Я перемещался куда быстрее ожидаемого Благодаря приливным течениям И это приблизило конец путешествия Субтитры создавал DimaTorzok Я снова пересел на велосипед И двинулся вдоль канала Шуби Который соединяет деревню Стьюяке и город Фолл-Ривер В это время года канал местами может пересыхать Портions of the canal would be dry Субтитры создавал DimaTorzok Было приятно кинуть взгляд через бухту И увидеть очертания знакомых зданий Я понял, что я дома Путешествие окончено Вернувшись в Галифакс Я не исцелился волшебным образом Поездка стала лишь этапом на долгом пути к излечению В компании друзей и родственников Включающим в себя лекарства И когнитивно-поведенческую терапию Путешествие закончилось, но процесс исцеления продолжается Я все еще меняю свою жизнь, чтобы поправить психическое здоровье И все еще сталкиваюсь с симптомами посттравматического стресса У меня остались воспоминания, вызывающие головные боли Я не вполне контролирую свой мозг Но частота и интенсивность симптомов уменьшилась Я полностью уверен, что это результат физической активности В течение дня Совмещенной с творческим самовыражением Для меня это гребли и музыка Для других людей это что-то другое Но мне было необходимо найти такую деятельность Которая мне нравится Посвятить ей много времени Поставить на паузу мою прошлую повседневную жизнь И отдаться приключениям Благодаря этому я поразмышлял о жизни И о том, что произошло с Кори Это было необходимо Я не придумал другого способа разобраться С собой и своей жизнью Это не универсальный путь Но мне он помог Я стараюсь как можно чаще заниматься музыкой и каякингом Я все еще скучаю по Кори Но постепенно воспоминания перестают вызывать боль Я могу улыбаться Вспоминая время, проведенное вместе Я готов жить дальше И думаю, что он бы мною гордился Посвящается Кори Моррису Режиссер и оператор Келси Томпсон Продюсеры Зак Круз и Арам Каюмджан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok